МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это телеканал Убгинск ТВ. Как всегда, в этот час мы рассказываем вам о новостях нашего города и региона в студии Георгия Розоваевна и Дарья Человекова. Сегодня в выпуске. На планерке. Расскажем, какие вопросы на еженедельном совещании обсудили руководители структурных подразделений городской администрации и муниципальных предприятий Убгинска. Услуги частной медицины. Новое здание поликлиники Центра реабилитации открылась в Наукограде. Убгинский мотокросс. Череду спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня города, открыли любители мотоспорта. Еженедельное совещание руководителей структурных подразделений администрации Наукограда прошло под председательством заместителя главы исполнительной власти Убгинска по экономическим вопросам Геннадия Ананьева. На планерке обсудили вопросы, связанные с подготовкой к празднованию Дня города. Начальник управления потребительского рынка транспорта и связи Анна Красикова доложила о результатах проверки соблюдения скоростного режима маршрутными автобусами. Проверка продлится до конца месяца. Глава администрации Убгинска Владислав Шапша дал поручение проверить работу маршрутных автобусов на соблюдение скоростного режима, а также выявление других нарушений, по поводу которых поступают жалобы жителей города. Проверки проводятся ежедневно, начиная с 16 июля. Анна Красикова доложила о первых результатах. Проверено 91 транспортное средство, 91 маршрутка, проще говоря. И составлено 34 протокола об административных правонарушениях за эти 4 дня. По составленным протоколам ответственные лица должны будут оплатить штрафы. Размер их варьируется в зависимости от степени нарушения и категории лиц, на которые накладываются санкции, в пределах от 500 до 25 тысяч рублей. Проверки продолжатся до конца месяца. Параллельно с этим проверяется также каждое транспортное средство, вернее салон каждого транспортного средства на наличие информации, необходимой для пассажиров. И особое внимание обращается на то, в каком состоянии находится салон. Потому что в последнее время достаточно много жалоб поступало от жителей города именно на то, что в салоне грязь, сидения грязные, рванные и так далее. Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Сергей Краско проинформировал собравшихся о результатах работы по обеспечению безопасности на водных объектах. С начала купального сезона по Калужской области зарегистрировано два утонувших. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Купались мужчины, игнорируя знак «Купаться запрещено». Установлен дополнительный статистический аншлаг под знаком «Купание запрещено» на Белковских прудах. Это информация о людях, которые погибли в месте, запрещенном для купания. Данная информация размещена в соцсетях и мы планируем в дальнейшем проводить оповещение жителей не только через соцсети, но и через сайт города. Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Татьяна Попова рассказала о запланированных мероприятиях, посвященных Дню города. В четверг состоится торжественная церемония награждения лауреатов и номинантов городского конкурса «Человек года-2017». Межрегиональный фестиваль народного искусства и ремесел «Город-мастеров» пройдет 27 и 28 июля, а День города начнется с оставшего традиционным для Наукограда атомного марафона. 20 июля в Обнинске открылся новый корпус поликлиники «Центр реабилитации». Это медицинское учреждение было первой частной клиникой в Наукограде и до сих пор услуги специалистов, работающих здесь, одни из самых востребованных и не только обнинцами, но и жителями соседних районов. Елена Гаджаняна расскажет подробнее. Поздравить коллектив клиники с открытием нового здания пришли почетные гости – депутат Государственной Думы Геннадий Скляр, министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов, сити-менеджер Наукограда Владислав Шапша, глава администрации Малорославецкого района Алексей Иванов. «Меня радует, что Обнинск развивается по всем направлениям. А то, что касается здоровья человека, сегодня самое важное. И когда мы открываем новую замечательную поликлинику, это значит, мы имеем перспективы серьезные для того, чтобы человек наш получал возможность лечиться и жить долго. И я думаю, что этот импульс поможет и государственной медицине тоже искать новые возможности для развития. И этим важен сегодняшний момент, что открывая частный медицинский центр, мы даем знак всем остальным, и прежде всего государству. Развивайте и создавайте новые комплексы». Региональный министр здравоохранения выразил надежду и на улучшение ситуации с развитием в Обнинске государственной медицин. «Государственная медицина тоже развивается в Калужской области. Вот недавно у нас была коллегия ФМБА в больнице номер 8, прижал руководитель этой службы, были подняты острые вопросы и, в принципе, найдены пути, как двигаться, чтобы улучшить оказание медицинской помощи». Многопрофильные медицинские центры, которые есть на территории Обнинска, позволяют людям быть уверенными в том, что они всегда смогут получить как экстренную, так и плановую помощь. «Если бы не 52 частные клиники, которые сегодня существуют в городе Обнинске, я думаю, мы бы с вами сегодня говорили совершенно в других тонах, и проблемы эти медицинские чувствовали совершенно по-другому. Частная медицина позволяет сегодня решить часть проблем и помочь многим и многим людям, которые в этом нуждаются. Я желаю вам успехов, а всем жителям Обнинска здоровья и не болеть». Право перерезать ленточку в ознаменовании открытия нового корпуса Центра реабилитации было предоставлено депутату Госдумы Геннадию Скляру, директору клиники Центра реабилитации Николаю Елисееву и председателю Совета директоров группы компании «Русский дом» Виктору Дроздову. В новом здании на 1800 квадратных метров уже открыли свои двери терапевтическое, кардиологическое, офтальмологическое отделение, кабинеты массажа и многое другое. По словам руководителей клиники, она будет оснащена самым современным оборудованием. Расширится и список специалистов. Мы будем расширять перечень специалистов разного профиля. А какие появятся новые? Ну, появится у нас аллерголог, иммунолог, появится у нас детский лор, врач, также будем и детскую хирургу и так далее. То есть у нас будет довольно перечень большой. С открытием нового корпуса клиники поздравил собравшихся Виктор Дроздов. Компания «Русский дом», которую он возглавляет, построила здание в рекордные сроки – менее чем за год. Наверное, самое главное, хотелось заверить о том, что это так, на самом деле, что лучшие всего врачи работают у нас уже. И я думаю, что наш центр не только будет заниматься вырчеванием, лечением, но еще и диспансеризацией. Тем более мы подписали с Растехом сотрудничество Растехом вещам, поставить современное оборудование. Я думаю, наш успех идет, и наша клиника будет лучшей не только в Калужской области. В ближайших планах руководство Центра реабилитации – строительство хирургического блока, где в современных операционных будут проводить высокотехнологические операции на брюшной полости, органах малого таза, восстанавливать здоровье пациентов после травм. Елена Агаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. 20 июля в Обнинске был дан старт марафону праздничных мероприятий, посвященных приближающемуся дню города. По устоявшейся традиции начинается калейдоскоп праздничных событий в Старом городе с концертной программы в Доме культуры ФЭИ. Капризы погоды не позволили выставить аппаратуру и сцену на улице. Все события прошли под крышей Дома культуры, что не омрачило настроение ни гостей, ни организаторов. Торжества в Доме культуры ФЭИ по случаю дня рождения города – старая и добрая традиция. Организаторы приготовили богатую и разнообразную программу для гостей. Праздник у нас состоит из двух частей. Это по традиции. Первая часть у нас большая концертно-игровая программа, а вторая часть всегда проходит, это у нас концерт классической музыки. Но и помимо классической музыки, зрителям представили немало заслуживающих внимания номеров. Танцы, авторская песня, выступления ансамбля обнинских барабанщиц «Вива» и многое другое. Традиционно у нас проходит замечательная выставка мастеров прикладного и народного творчества. Там как индивидуальные мастера принимают участие, так же и клубы. В частности, клуб «Золотая осень» ветеранов физико-энергетического института. Выставки замечательные, интересные. В том числе, там представлены книги Нинелли и Михайловны Эпатовой, нашего почетного гражданина города Огнинска, которую мы сегодня будем чествовать. Спасибо вам за высокое мастерство и самобытность, творческих успехов, крепкого здоровья, оптимизма, жизни на Нинелли, благополучия. Спасибо большое. Я всех поправляюсь с этим замечательным праздником. Словно сказочный пароход, дарствовать правильные огни, Огнинск, Днепр, Россия, это не лето. Некоторые из сидящих в зрительном зале помнят, с чего начинался Огнинск. Их молодость прошла в старом городе. Для таких людей сегодняшнее мероприятие значит гораздо больше. Чувства меня просто переполняют, потому что в этом доме культуры мы начинали праздновать с 54-го года, его как построили. И все праздники у нас здесь проходили. Все-все. Было очень интересно, потому что молодежь телевизоров так было, но мало. И мы все здесь отмечали все абсолютно праздники. И здесь даже были обучения танцам, кто не умел танцевать. В общем, самые светлые воспоминания. И приходишь сюда, как в родной дом. Помимо концертной программы, в коридорах Дома культуры проходили различные мастер-классы. Были выставлены фотографии, на которых запечатлены виды Огнинска. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Череду спортивных состязаний, посвященных празднованию Дня города, открыли обнинские любители мотоспорта. В субботу на трассе, проложенной на берегу реки Протвы в районе Платины, соревновались мотогонщики, оспаривая право быть лучшими на унаукоградовском мотокроссе. Наш спортивный обозреватель Николай Хнычков наблюдал за происходящим. На параде открытия участников и гостей соревнований приветствовали представители администрации города, мотоклубов и организаторы ежегодного форума мотогонщиков. Старты проводились в семи классах мотоциклов. Самые юные гонщики по традиции открывали заезды в классе до 50 кубических сантиметров. По трассе для этого возраста она укорочена. Спортсмены едут 7 минут плюс один круг и определяют победителя и призеров заезда. Следующими на старт выезжают красмены постарше. Объем двигателя больше, соответственно и скорость выше. В первом заезде класса 65 хорошо проявил себя обминский гонщик Егор Лобашов, ставший вторым. К сожалению, Егор получил небольшую травму, не позволившую ему предъявить участие во втором определяющем старте. Говоря о Наукоградовском кроссе, его бессменный организатор Алексей Быков отметил его растущую среди спортсменов популярность и как следствие изменения статуса приезжают погонять и красмены из ближайшего зарубежья. В основном вся центральная наша область приехала, начиная от Белгорода, ну и кончая еще белорусы подъехали к нам из Орши. Ну а так 120 участников заявилось, это от самых маленьких ветеранов. Курск, Белгород, Орел, Орши и так далее. Ну то есть вся центральная часть. За соревнованиями внимательно следил и ветеран мотокросса, один из основателей обминского мотоклуба, неоднократный победитель турнира самого высокого уровня Владимир Киркин. Как они управляют? Небо на земле, короче, тогда ни подвеска такая не была. Они прыгают по 30-40 метров, так что я им немножко завидую. Ну а что делать? Я вот сегодняшним, кто занимается, я бы пожелал одного – меньше травм. В этот раз не получилось. Были и падения, и травмы. Одного спортсмена увезли на скорой, но, как сообщили организаторы, его жизнь ничего не угрожает, хотя он находится в больнице. Из пятерых обминских мотокроссменов удачнее всех выступил мастер спорта Александр Шерманов. В классе Open 1 равных ему не оказалось, и Александр победил с большим преимуществом. Этот старт для Шерманова стал подготовкой к очередному этапу чемпионата России, который состоится в ближайшее время в Белгороде. Ну а в предыдущем вскопине обминский гонщик стал обладателем серебряной медали. Николай Хнычков, Сергей Макарцов, телекомпания Обнинс ТВ. На сегодня это все. Вы также можете познакомиться с новостями на интернете, сайте телекомпании и на наших страницах в социальных сетях. О том, как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске новостей. Программа выходит в эфир по будням в 19 часов. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok